Ребят, всем привет! С вами Серёга Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в новый видос, добро пожаловать в новый 2021 год. И вот, выхожу на связь, пару дней меня не было. Всё потому, что сейчас такое время у всех праздники, все отдыхают, все максимально расслаблены, сидят по домам и особо ничего-то и не работает. Бусты у нас работают с завтрашнего дня, поэтому обязательно к ним уже приедем, заедем. Надо делать лавра, надо делать жигу, потому что погодка, в принципе, за городом можно и покататься. Да и в целом, короче, в первые дни, естественно, никто не работает. В Москве, естественно, тоже не работают, поэтому над дачками никакого процесса нету. Не показать даже каких-то фоток, хотя очень хотелось бы и самим увидеть какие-то процессы. Но, как я понимаю, сейчас с машинами никто даже не прикасался. Ну, именно слива, геттер, я про эти машины. Я же сейчас заехал в свой гараж. Это место, которое всегда открыто, во всяком случае, для меня. Можно сюда заехать, что-то поделать. Я так представляю, был бы, конечно, это бокс, стояла бы здесь какая-нибудь тачка, запчасти. Можно было бы что-то поковыряться, где-то что-то подремонтировать, конечно же, какие-то запчасти там прикинуть. Все это вам рассказать, показать было бы поинтереснее. Но так как это гараж, пока что, пока имеем то, что имеем. Но я думаю, в дальнейшем обязательно надо иметь свой небольшой какой-нибудь боксик, куда можно всегда приехать, ни от кого ты не зависишь, и что-то поделать. Поснимать, поразговаривать, или что-нибудь похрутить гайки. Но просто снимать бокс как автосервис нет смысла, потому что с него, ну, никакого дохода-то не будет. Вот, а надо это все дело окупать, потому что это все недешево стоит. А какой-то свой бокс покупать, это, конечно, тоже большие довольно деньги. Может быть, в каком-нибудь гаражном кооперативе иметь бокс там на две машины плюс подъемник, то можно, в принципе, позволить себе такое. Но пока думаю, что как. Я думаю, это планы на ближайшее будущее, на 2021 год, может быть, на 2022 год. Я думаю, если к этому уйти, то все получится, как я говорил в предыдущем видосе. Надо строить планы и идти к ним. Сейчас привез вот стекло от GT-R, туда его положил. Да, лобовое стекло от Nissan GT-R. Покупали мы китайское лобовое стекло, хак фирмы, на всякий случай, потому что большая вероятность была то, что оригинальное разобьется, когда его снимали. И поэтому я сразу его заказал, потому что надо было его ждать еще какое-то время, чтобы потом не прилипнуть. Но оказалось так, что оригинальное стекло сохранилось. Кирилл мне его вставил, сказал, что с ним все в порядке. У него есть, конечно, скольчики, но сказал, что оно лучше, чем китайское. Поэтому это оставить в запас или кому-нибудь надо продать, потому что обратно его уже не вернуть, так как оно заказывалось. Поэтому, если кому нужно стекло от GT-R, лучше в Петербурге, потому что отправлять его, не знаю, мне кажется, это супер опасно. Вот будет у меня лежать стекло тут в наличии. В целом, обычное стекло, хак, с ним, в принципе, ничего не будет. Я езжу на Сильвию, у меня хак стекло, на Лавре хак стекло. Стекло как стекло. Понятно, что оригинальное круче, но оригинальное стоит 100 плюс тысяч. Кстати, на новой Сильвии у меня будет тоже новое стекло, но не хак, а есть КМК фирма. Это русский производитель. Кстати, специально для Forward Auto они делают стекла передние Nissan Silvia с подогревом. Вот, это если у кого нет печки, или у кого печка плохо работает, самое то. Поэтому на моей Сильвии будет тоже стоять такое стекло. Мы его уже заказали с Кириллом в своем тюнинге. А по продажам запчастей, пока еще ничего не начинал, хотел просто днем приехать, все отфоткать нормально на улице. Сейчас уже не день, как вы видите, поэтому сейчас даже ничего не отфоткаешь. Так как хочется гараж уже подразгребсти, чтобы ничего лишнего не лежало. Понятно, что тут все равно будет гора какая-то, но так, хотя бы по максимуму, на что возможно. Потому что, с одной стороны, думаешь, что это все может пригодиться, реально, каждая мелочь. А вдруг пригодится, потом это где-то искать, заказывать, а оно у тебя было, да, и ты его продал там за копейки. А с другой стороны, хранить этот весь хлам, я не знаю даже, что поделать. Хранить хлам, это ты типа дед, который привозишь в гараж всякий хлам. Да, ну понятно, что это не всякий хлам, а хлам от японских автомобилей, от Nissan Silvia именно и других автомобилей. С другой стороны, блин, так загромождать свой гараж, вот что бы вы делали на моем месте, или что вы вообще делаете со всякими запчастями, которые вроде вам в обиход особо не нужны, но они как бы есть, и там, если их продавать, это особо-то дело там не сыграет, да. А потом эту запчасть фиг найдешь, и еще будешь переплачивать по-любому, потому что она стоить будет дороже. Я сейчас приехал в бокс к Сане Переплу, и оказывается, вот человек, который работает в празднике. У нас 3 января, Саня здесь в своем боксе, и он недавно переквалифицировался в сборку настоящих корчей. Саня, здорово. Здорово, Серега. Расскажи пару слов, как ты из пневмы попал в сборку корчей. Так вышло, я на самом деле ни хрена не жалею. Это веселее? Это продуктивнее, это денежнее? Это продуктивнее, это денежнее, это интереснее, это имеет выхлоп в плане того, что, блин, это ездит, и можно получать чашки. Можно завоевывать кубки, а не самые отпиленные кусочки колеса, типа, ГГ, я взял чашку за самую низкую машину. Не, ну это же тоже, сейчас нельзя все-таки так принижать стенс, но это же тоже имеет свое место. Ну, смысл. Сейчас уже, думаешь, это все отходит на задний план? Намного на задний. Ну, это уже неинтересно, это раз. Во-вторых, это стоит негуманных денег, ну, потому что реально все очень сильно подорожало в плане, типа, стенсухи. И это, как мне кажется, не приносит удовольствия в плане того, что ты потом имеешь от машины. То есть, ну, типа, я еду, скриву поддоном, прикольно, а по факту, ну, все, на этом весь фан заканчивается. Ну, а для тебя, фанов, там, в спорте, это все-таки получение тумбы, да, завоевание, там, кубка? Это... Конечная такая. Это чувство соревнований, ну, как это правильно, соревновательский процесс. Я бы, дух соревнований. Дух соревнований, ну, не летающий. Ну, это, наверное, не какая-то последняя точка, потому что ты же не завершаешь после тумбы свою карьеру. Ну, обычно. Ну, ты идешь дальше на следующую тумбу. Ты идешь дальше и доказывает, что ты, ну, опять там, типа, достоин. И ты еще сказал мне, что в этом году, например, с проектов по стенсу, те, которые обращались, реально меньше, там, установку пневмы. Миллион раз просто. Блин, народ реально, короче, отходит от этого или просто сейчас по бюджету ударило? Повзрослел. Просто те, кто у нас обслуживались в стенсе, они кто-то частями перерез в какой-то либо любительский спорт, либо кто-то прям реально... Ну, типа, кольцо, дрифт там, да? Ну, больше народа пошло пока что в кольцо. Тайм-атак, потому что, может быть, и гору открыли, там, можно погонять на время. Да, и дрифта там пока нет, хотя вроде там какие-то объявили в ближайшее время зимние. Да, я слышал. Я надеюсь, что летом туда пустят на трассу, на дрифт именно, будет круто. Это будет охренительно. Так, и один из проектов сани... Ладно, я шучу. На самом деле здесь висит одна из машин. У вас, кстати, новый бокс относительно того, когда я был последний раз с Лексусом. Это было где-то вот там вот, с Лексусом, да. Сейчас у вас в том же месте бокс, но абсолютно новый, на сколько, 4 тачки вмещаются, 5 даже. И у вас тут раз Сильвия, два Сильвия и еще один, как бы, Ниссан, можно сказать, Сильвия. Но SX плотно на Сильвиях. Плотно на Сильвиях. Вот эта вот машина клиентская, да? Клиентский миссл проект, который был построен где-то в Мурманске, ты говорил же, что-то такое? Не помнишь, да? Короче, где-то... Далеко. Ну, где-то далеко. Просто в таких гаражных условиях была тачка построена? Просто он был, видать, построен без знаний, но очень хотелось ехать. Был скидан, насколько я знаю, максимально быстро, на достаточно прикольных компонентах, но не совсем корректным пониманием дела. Он как бы ехал, было пару не совсем корректных решений, которые сказались на езде данного автомобиля. Сейчас мы их устраняем и приходится их устранять достаточно большими усилиями, потому что... Потому что машина должна ехать в Сочи, ты сказал. Да, на Сочи второй этап. На самом деле, да, сани пригодили вот эту... Это S13 слива, с мордой Rocket Boss от S14 получается. Собрано реально из таких, ну, гаражных решений некоторых. Не в обиду тому, кто собирал, естественно, потому что, ну, может быть, для кого-то главное едет. Но по компонентам подвески, например, она собрана реально жирно. По мотору. Мотор в ней JZ, неплохой мотор. И здесь будет коробка, герсет, кулачок, тоже, как бы, хорошо. На ОСГИКе. На ОСГИКе сцепление. Одно сцепление сколько стоит. Так вот, и сани, естественно, к таким тачкам, как он мне рассказал, относятся так себе, потому что лучше собрать хорошо, грамотно, с нуля. Но здесь вот, как бы, клиент попросил просто взбодрить машину, переделать какие-то... Спорные решения, чтобы она ехала, да. Здесь, короче, двигатель был... Ну ладно, с двигателем позже расскажу. Вот, что я хотел вам показать. Вот этот баг. Это радиум русский. Давайте, напишите, вот кто сейчас понимает, из чего он сделан. Так написали. Он сделан из двух канистр. Две канистры сварены с друг другом. Держатся на стяжке от Жиги, я так понимаю, вот это бремни. Там еще ушки приварены, чтобы он, видать, не скользил туда-сюда. И, короче, вот этот баг, он реально работает. И клиент сказал, его не меняем, потому что быстро его, ну, быстро не поменяешь. Да тут глобально надо много чего менять, чтобы его поменять. Этот кузов просто доживает последний свой сезон, и дальше, я думаю, мы снимем с него просто все, что нам от него пригодится. Ну да, что имеет вес. И он идет в более свежий кузов, потому что это уже нецелесообразно восстанавливает этот кузов, потому что ему грустно совсем. Завок вот такой вот, чтобы вы понимали, он много где так доварен, сварен. Тут даже, видите, стаканы приварены от S14-S15, чтобы просто подошли задние стойки, которые были куплены от S14-S15. Например, вот это, казалось бы, пластик, но не пластик. Она, кстати, была с жопой, это еще отпилили. А, вы еще отпилили? Радик здесь будет сзади. Но с другой стороны, смотри, я смотрю, вот подрамник, например, у него ГТР-редуктор, это хорошо. Да, привода. Все рычаги, да, привода, естественно, ГТР. Кулаки Макс задние, все рычаги Н1, даже нижний, что как бы стоят. Стойки ДГ-5, это очень крутые стойки, на таких Готча катает, они стоят, по-моему, 200 тысяч сейчас эти стойки. Это тоже круто. Вот здесь, по-моему, хай-каст киллер стоит. Возможно. Вот эта штука называется. Если подрамник хай-кастный, то вот такую штуковину ставят. Два суппорта ниссановских турбо. Тоже достаточно хороший конфиг. А ты к их прямо сейчас проблематично найти даже эти больше. Да? Я что-то недавно запарился искать, блин, два турбо-стоковых суппорта, блин, это прям проблема. Понятно. Либо они стоят каких-то негуманных денег, типа там, блин, последний, кто мне называл, что-то 24 ксаря за комплект. Два суппорта я такой. Ну а нифига, раньше они по десятке стоили, я вот находил. Но, например, смотрим лонжерон. Такая труба-то втварена. Решение. Сразу говорю, это не мы. Это делали не мы. Ладно, то, что делал Саня, это можно увидеть по свежим швам. Здесь, не знаю, может, если мы опустим тачку чуть попозже. Я хотел вот что показать. Здесь переделан туннель. Здесь еще возвращали моторный щит к стоку, потому что изначально очень было такое необычное решение. Был сдвинут двигатель в салон, был, соответственно, проварен. Он не проварен, прорезан моторный щит, чтобы поддон вместе с JZ поместился, был другой подрамник или переваренный подрамник. Сделанный с нуля. То есть вот эти два ушка, которые здесь были, крепились к штатным местам, они были оставлены. И между них вот так вот были сделаны трубы. Типа дугой какой-то? С двух сторон, вот такая вот фигня. Офигеть. И рейка не от Ниссана. И рейка не от Ниссана, и она была где-то вообще вот здесь вот сзади. И, соответственно, это все было... Жесть. Это все реально не рулилось, я даже представляю. Да, при том самое смешное, что и передние кулаки тоже макс, и все было собрано, ну, очень жирно. И на комплект, и на один, и передняя ось тоже. В итоге сейчас мы просто возвращаем, как это должно быть в стоке. Ну, ладно, там, с переносом рейки, со спейсерами. Но сейчас этот конфиг реально должен рулиться, потому что, ну, это собрано по азбуке. Да, потому что, я, кстати, говорил недавно, очень сложно, наверное, испортить рулежку Сильвии, но вот тут, видимо, хотели вроде как бы сделать мотор в базу, но с другой стороны взяли и как бы вот эту самую основную фишку Сильвии с рулежкой, и просто, ну, сделали что-то кастомное, которое, видимо, плохо работало, потому что сейчас это переделывается. Ну, да, здесь, если посмотреть, вот эти нижние рычаги N1, которые встроены эстеншеном, кулаки макс, а рига причем, довольно хороший конфиг, дорогой. Его можно, ну, естественно, со всем вместе забрать на следующий кузов. Но это машина тренировочная, вот, клиента, потому что вот там вот стоит пятнашка, которую Саня строит с нуля, и там уже будет все хорошо сделано, ну, по всем передовым технологиям. Просто делается с первого раза, и дней переделывают, и можно пойти и посмотреть. Потому что это делается с нашим пониманием, с оглядкой уже на большую часть автоспорта в мире, именно в плане подготовки пятнадцатых кузовов. Да, с небольшими инновациями, как это видится нам, но хуже от этого явно не будет. Мы тут общались за всякие решения в С-15, у меня есть свое там некое видение в каких-то компонентах, в каких-то деталях сборки. У Сани свое, мы даже тут спорили, что лучше, что не лучше, и обязательно проверим потом, как у него это получится. Ну, как проверим, посмотрим, и как у меня это получится. Мне кажется, будет интересно, когда кузов там будет готов и у Сани, и у меня будет тоже там ближе к лету, к сезону, надеюсь, что-то будет уже более-менее готово. Потому что у вас-то точно будет готово, у вас там поставлен какие-то дедлайны, да? Нет? У нас просто есть цель, что мы должны ехать первой этапой ТС. А, понял, понял. А вот в этой машине сейчас переварили тоннель, сделали, чтобы там коробка менялась очень быстро. Вот сделаны задние арки, чтобы тут колеса ничего не цепляли. Ладно, ты уже сто раз сказал, что это не ты ее делал. Да в любом случае это С-13, это хорошая машина, она должна рулиться, должна ехать. Тем более она на GZ. Вот здесь, кстати, кулачковая коробка Gearset, как у меня в сливе. Вот ее только прислали, только сюда прикручено. Это полтора GZ. А он, кстати, обслуженный здесь, или что, его просто... Он, в самом деле, типа только-только собранный. А, только собранный? Ну, полтора косаря. Полтора косаря? Полторашка на полтора косаря. Круто. Вы, я так понимаю, сюда приделаете по-быстрому вот этот коллектор DAS и GZ? На ней стоял аджественный коллектор, но старого типа образца, который был... Который лопаются? Который лопаются, у него был переварен фланец, и там стоял здоровенный Borg 90-й. Я не знаю, скажу. Жесть. Кстати, она была на январе. Ага. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо, но... На самом деле, я тебе так скажу. Кто умеет это настраивать и с этим обращаться, для него это ок. Поэтому мы не можем осуждать такие мозги хорошие. Я не спорю, так как у нас в доступе VEMS, у нас есть адекватный настройщик, и как бы по нему видно, сколько было настроено машины, как это все работает, то, соответственно, сюда будет тоже поставлен VEMS, и все это хорошо поедет. Турбо, холсет без извращений, твинскролл, но который Borg здесь был, я думаю, он ехал тысяч... Это типа а-ля PIPA SPEC? Сейчас? Да, будет. Да, но пободрее. Ну, не китос на E30. Он, кстати, вот там вот, у него машина за стенкой. За стенкой, да. Мы ходим друг к другу постоянно, рыжем друг над другом и друг другу помогаем. Это хорошо. Вы обмениваетесь опытом. Да, да, чувство прекрасного. Да, здесь задача была это все взбодрить, делать, чтобы это сейчас все поехало. Глобальных перестроек не будет, потому что вот здесь, конечно же, будет глобальный двигатель, 2JZ. Смешно, что осталось 10 дней. 10 дней. Такая вот тачка, хотел вам ее показать, что, в принципе, так из пепла возрождают машину. Саня снимает видосы, у меня тоже есть канал, переходите, иногда они там появляются, но вот и редко делаешь их, я так понимаю. Не всегда время, да, потому что дофига работают. Ну, короче, да, кому интересно, что тут собирается, какие проекты были до этих машин, то ссылочка будет в описании. Переходите, поставьте лайк, посмотрите, зацените подход к сборке. Легкий кузов. Да, еле опустается. Здесь еще каркас в очень таком старом исполнении, видите, здесь не кресты, а просто дуги, возможно, это даже самодельный каркас какой-нибудь. Может быть, кстати, наверное. Или очень старый просто, когда не было каких-то регламентов. Как ты сказал, что с нуля сделать проще, чем доделать за кого-то. Да, чем переделать после кого-то, блин. Я, кстати, это не первый раз слышу. Ну, это потому что истинная, истинная. Педальный узел, вот здесь он стоял, да, и будет стоять. Да, да, да. Так, посмотрим салон. Во-первых, сразу заметили, если это S13, а это S13, можно по пожопе догадаться, руль обычно у них справа. Сейчас руль перекинут на левую сторону, вот здесь рулевая колонка стоковая, и здесь кардинально так переварен пол. А зачем вы это переваривали пол, кстати? Потому что до этого, во-первых, была некорректная посадка у пилота, это раз. Во-вторых, соответственно, так как мы расширяли туннель под коробку, и мы просто возвращали, чтобы это стало хотя бы около того, чем это должно быть. Потому что изначально туннель был вот такой высоты. Ну, нифига. И потому что здесь как бы был мотор. А, понял, да. А так как мы возвращали моторный щит на место от 180-тик, соответственно, это и был... Блин, изначально до этого моторный щит был переварен из того, что есть, и плюс задвинуто все это в базу. Не совсем это было правильно, поэтому возвращали щит, стандартное положение мотора, переднюю подвеску, и возвращали туннель. Плюс дополняли по обслуге, чтобы внутри прошли трубы охлаждения на перенос радиатора в багажник, без гофрошлангов. И чтобы было удобно обслуживать коробку, чтобы везде можно было подлезть, и там же еще будет проходить выхлоп. Чтобы это было как можно выше, а не снизу машины. Ну, кстати, вот я тебе скажу, туннель клевый, исполнил, мне прям нравится, как он сделан. Ну, такое реально классическое спортивное исполнение, если на самом деле вы посмотрите, как строят тачки. Вот именно, когда это все только делается, это так выглядит. Потом это покрасится, все будет, естественно, ну, облагорожено тут, наверное, странно сказать. Вот с такой штукой. Покажи потом пятна, чтобы... Но будет, короче, да, все равно вот эта часть будет как бы хорошо выполнена. А свечи, кстати, менялись в прошлом моторе через салон. Не знаешь? Я не знаю. Не интересовался? Нет. Это интересная инфа. Да, вот так сзади тут выглядит, это то, что Саня не трогал. О, тут, кстати, даже есть вот такая вот лоджия. Если что. А, вот радиум. Русский радиум. А вон уже стали появляться фитинги, видишь? Да, я вижу. Тут вдруг, знаешь, канистры, и тут, оп, фитинги дорогие. Вон еще фитинг, да, туда приготовил такой большой. Знаете, это на охлаждение пойдет, короче. Да, это хорошо. А Н16, блин. Мощно. Большой. Вот здесь заготовка под радиатор. Здесь он будет стоять. А вот пятнашка этого же клиента. И теперь, как я уже сказал, будет она строиться по-нормальному на всех, ну, качественных компонентах, естественно. И под полным присмотром Сани. Я вот не знаю, у тебя, кстати, опыт этого особо в дрифт-построек нету, но у тебя есть, как бы, ну, не знаю, ты вдохновился кем-то, наверное. Да. Ну, ты плюс... Те самые тринахи, собранные, блин, семь лет назад. Просто я тогда ходил, ну, блин, надо на это собирать хорошо. И в итоге, на самом деле, этот чувак сейчас, типа, думает, блин, да я не езжу, и мне вообще насрать на дрифт. Но для меня эти тачки уже тогда были эталоном, и если сейчас посмотреть по машинам, которые собирают, эти тачки до сих пор могут составить конкуренцию, притом, ну, прям, такую нормальную борьбу навязать, заехать в тумбы. Ну, ты просто подумал, в принципе, у тебя есть все для того, чтобы сделать не хуже и даже лучше. Да. Ну, да. Ну, видишь, ты же не один еще, у тебя целая команда, то есть, у тебя есть электрик, у тебя есть и тот, кто там кастомом более лучше, там, например, занимается, чем ты, или так же. Нас до хрена, ну, как бы, нас много, просто так получилось, что у нас сошлось мировоззрение по поводу постройки машин во всех узлах, какие, типа, интересны. Есть, там, Грих, электрик, ароматурщик Колян, который, типа, там, может любую фигню прям выдрачивать до идеала, ну, типа, там, подгонять зазоры, там, какие-нибудь кромчленники делать. Я могу, типа, забить на это и, типа, сказать, блин, да нет, все, у меня уже просто это бесит. Он сидит и делает это, и делает это, и делает, пока не выйдет прям идеальная какая-нибудь... Здорово, здорово. Штучка. Короче, вот, залог успеха, сплоченный коллектив, каждый делает именно свою работу, которую он умеет делать лучше всех, я думаю, это так, да? И у всех сходят. И еще, да, еще работают праздники. Что там, 4 января, вы уже тут, 3 даже. Я тут был первого в 10 лет. Ты тут, Савва. А я вот как раз думал, кто у нас работает в выходные? Вот, нашел место. А, знаешь, что самое, самое пагубное в этой фигне, короче, что никакая металлобаза сейчас не работает, никакие токаря, никто. Ну, по любому. Токаря уж тем более. Мы подумали об этом заранее, что-то закупили заранее в плане, там, материала и т.д. и т.п. Притом, в последний день, когда уже все начинали закрывать, а, в предпосле, 30-го, да хрена, короче, закупили что-то заранее, чтобы ничего не остановило работу, поэтому что-то делаем. Понял, понял. Ребят, на этом видосик наш подходит к концу, но продолжение следует. В следующем выпуске вы увидите еще материалы, еще информации по автомобилям, которые находятся у Сани. Очень много материала получилось, поэтому решил разбить на 2 видоса, чтобы было интересней. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что поставили лайк. С вами был Серега Стилов, стройте тачки и до новых встреч.